добрый день дорогие друзья вам всем мира и добра прошлый раз я выпустил ролик и показал что крючки должны быть вот так вот согнутые помните я вам говорил видите как она идет вот это обыкновенный крючок а вид вот отсюда вот видите вот найти она немножко имеет кончик надо согнуть его вот здесь вот чтобы когда она по плоскости шла могла за зацепиться ну что еще хочу сказать я выпустил ролик говорится внутренняя такая обида которая осталась вы все прекрасно знаете все говорят описывается писать друзья описывайтесь баба с воду телеги легче останутся настоящие рыбаки которым я буду рассказывать что такое амур и как его ловить я уже первые занятия провел сейчас готовлю второй урок друзья держите поэтому дядь твоим до сих пор пишут алкаш старый развратник с голой жопой катает еще что сетями ловит пишите друзья пишите дядь твоим и все он все стерпит поэтому друзья смотрите мои ролики настоящие рыбаки кому это интересно будет еще много секретных вещей расскажу ну я не знаю у вас вроде везде одинаковые мастер по ним я не могу никак все а тут дядь твоим говорит это секрет это секрет унесу с собой хочу уносить его я буду вам показывать как я говорил вам поэтапно значит смотрите для амура желательно вот такие вот короткие иметь почему длинный конечно тоже можно поставить очень хорошо но чем что первую очередь амур делает когда камыш берет он его жует ведь правильно у него зубы это вон где камыш попадает жует 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 как до крючка дошел кольнулся он его выплевывает так искусно выплевывает этот крючок даже двойник ребята двойник он выплевывает и не цепляется один раз надо мной рыбаки смеялись вот горит амур тебе горит сделал это было лет 15 тому назад взяли эту снасть которая амур взял и меня показал один предмет что ты хрен мол меня поймаешь вот такой двойник двенадцатый номер представляете старая оцинковка вот он съел весь камыш проживал весь кевлар вот этот отполировал двойник и выплюнул говорит на вот тебе говорит вот молодец амура они же между прочим у них сознание работает значит я это просто вам показал какую хотите такую ставьте но сегодня речь идет о том как ловить амура до амура в основном имейте ввиду всегда надо ловить в тишине это первое условие а тишина сейчас вот как откроют рыбалку тишины не будет базар вокзал музыка шашлыки-машлыки напитки всякие не будет шума если жор будет может попадется там там но в основном мы едет это как говорится плывем на острова и ставим я предлагаю вам поставить вот такие снасти смотрите чем она хороша видите вот здесь вот пружинка сделаны вообще от часов я раньше делал вот смотрите и когда он его берет смотрите какая натяжка идет у него он подсекается почему потому что когда он в рот взял и вот так до этого дошел до крючка он когда начинает выплевывать а тот загиб который я вам показывал он по плоскости когда идет по любой он обязательно зацепится потому что у нее кончик согнутый не весь кончик а кончик весь согнутый и самый кончик еще согнутый он как направляющий понимаете и он его прямо не может его выплюнуть если крючок было прямой он потихоньку его раз и выплюнул с камышом вместе часто бывает жевал 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 крючок голый его нету когда он выплевывает он пробует ее чуть-чуть дергать понимаете и в этот момент нам нужно жесткая сцепка понимаете между амуром крючком леской она должна быть натянута вот так вот смотрите стоять теперь когда он зацепился надо подсечка а подсечка смотрите как идет каждый раз нагрузка здесь он впивается и все дальше 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 и амур уже сидит конкретно вот смотрите обычно можно вот смотрите немного инструментов вот штыри такие завязал сюда петлю вот ну любую ведь даже если можете можете даже вот так сделать вот смотрите раз контрольные можете сделать два и любой штырек у вас здесь все а здесь вот можно покороче сделать и сделал вот такую вот тоже петлю такую и вот тут на снастях если кому интересно будете следующий раз эти снасти расскажу здесь ведь я карабинчик сделал вот там цепляете закрываете вот закрыли все она у вас вот так вот стоит видите натянута но я хочу вам еще одну особенность сказать амур то вводится там где много камышей вот это штырь это для плотной земли это возле берега забьете вы а в камышах куда вы будете забивать но где-то будет штырь там потом на него удочку вот на ночь оставляете поплавки свои белые повесили вот утром встаете блин а где же наша снасть да еще лучше да нету его уже сняли понимает такие классные катушки поставишь утром их нет или проплывающей лодка или местный или нашел сейчас на одном уроку поделка на него с девятинку я попробую вытащить дай бог вытащим нам нужно один амур потому что как это можно сидит на резинке размотал хорошо работал на резинке есть хороший молодец у нас есть такие друзья снимает спокойно а вот эту снасть это тоже самое видите нам в этой коробке 6 7 цепляется колокольчик можно вешать может нет вот ведь опять карабинчик здесь сделаны берете такую веревочку друзья мои охапку камыша охапку камыша будем читать что вот он охапка камыша там оттуда выдернули вот так вот не надо его ломать ничего а просто взяли обвязали я думаю вы все умеете вязать правильно да но эту снасть я сказал на любители я могу потом рассказать это я назвал его невидимка потому что она в камышах его не видно под водой не видно ее но вы можете еще вот что сделать видите как красиво здесь раз и колокольчик привязал вот это в камышах видите вот это в камышах где-то 10 15 20 20 вот такой толстый комок возьмите обвяжите его и все а теперь смотри как получается на колокольчик как звенит а друзья мы ради вот этого звонка ради трещотки мы готовы знаете что много чего отдать и машину покупаем и шашлыки делаем и кого-то возим и постель и все что хочешь создаем уют давайте я расскажу вам монтаж монтаж это играет огромную роль тот раз мы остановились на крючках а сегодня от крючка до снастей вот эту половину можете трехметровый ставить метровые можете вообще нет но у меня вот в такой коробке 67 штуки по камышам проехался поставил и вы ни одного не найдете если только по берегу не проплывете и бросаю его так три-четыре метра тоже для лодки это это как говорится так что вперед друзья будем показывать как я привязываю кружки значит я вам рассказал вот этот конец спиннинг катушки матушки но для амур обязательно нужно чтобы первый рывок он чувствовал этот ограничитель понимаете либо вы ставите спиннинг натягиваете леску когда забросили натянули взяли где-то тростиночку маленькую вот допустим вот этого тростиночка так эту тростиночку натянули лесочку взяли вот такую сделали петлю на эту тростиночку раз ну можно еще раз сделать его до контрольную чтоб не слетало натянули и в натяжкой вы в землю втыкаете но так втыкаете с такой силы что когда амур дернул он чтобы вот эту тростинку вырвал и потащил запас перво-наперво делаю вот такую вот петлю взяли обрезали его вот эта петля ребята это для грузила будет теперь основной поводок еще раз показываю это петля для грузила а это поводок будет вы поводок можете вот такой вот взять вот запас кто какой одни полметра делает один метр делает один 30 сантиметров вот два раза прокрутил я его довел как можно ближе сделал петлю для укрепления его середине еще одну петлю я делаю потому что знаете когда она в воде это должна быть жесткая тоненькую кевларовая нить который вот здесь вот стоит смотрите вот она будет который магазинах продается вы если на нем будете монтажить там все болтаться будет возьмите 0506 лесочку она будет вот так как у молодого стоять видите она течение камыш что делает крутится пропеллером плавает туда-сюда это как-то будет гасить вот это вот колебание персуда одеваете поводок поводок мы этот раз учились как делать я вам показываю желательно конечно не из лески сделайте а вот хорошие кевларовые жесткая не такая вот не очень толстые желательно зеленого цвета вот тут я например взял карповку обыкновенную вот помните вам говорю лимпопой я покупал на очень хорошие друзья вот она может есть может нет сейчас вот они разные бывают вот этого для сазана такой цвет идет для амора идет зеленый цвет или грязно-черно ну всякие отливы есть вот него я привязал поводок видите перри еще раз показываю может вы не заметили вот этот загиб не просто как я вот прикалусь формула лагранжа вот здесь на конце еще повернута но самый кончик посмотрите самый кончик если видно здесь и смотрите вон он он загнутый и вот когда он пойдет по его говорится рту он обязательно засепится вот он смотрите но и вам нужно чтобы жесткость вот это вот кивок сыграл в этот момент и дал отдачу и все он подсечется крючки должны быть очень острый ну и желательно новые поехали дальше теперь смотрите это у нас для грузила а это я сказал поводок но на поводок вот так одели ведь твоим видишь уже мажет возраст ладно не будем кидаться на возраст вот я твоим узкий поводок он не длинный ну 20-25 сантиметров иногда даже я делаю еще короче даже даже друзья я знаете вот это поводок когда я ловлю создано мне поводки вот такие вот и вот он общая длина вы смотрите еще один секрет вот эта ниточка 03 035 это для грузила почему я его сейчас вот сюда вот привяжу вот на какую глубину вам надо вот где-то я например 40 45 сантиметров я делаю чтобы камыш и здесь как бы говорится играл работу вот как его завязывать я уже как бы готовлю настоящий закет поэтому я сейчас вот это вот привяжу здесь обязательно надо такую нитку вот дешевые китайские женики есть вот такие вот им привязывать делать петли сейчас тоже покажу и вот эти вот тоненькой лесочкой смотрите очень элементарно помните вчера вам показывал как это самое завязывается крючки и все это тоже самая вязка я просто закрепляю сейчас вот это вот та же самая вязка ребята смотрите если ее видно вот чтобы она порвалась быстренько вот она крючки же я тоже вчера так завязывала берете раз два а на крючках 3 делаете чтобы не оттягивался вот так натянули вот смотрите раз все ну этот кончик можете отрезать причем мы получили смотрите вот он поводок стоит он он не будет закручиваться потому что усилили можно здесь еще одну петлю сделать ребятам вообще будет вот так вот торчать камышок уже есть одинарный крючок есть и грузила камень подозрений нету что здесь что-то свинец лежит запах какой-то вот это в китайский магазин зайдите вот где вот продают грузила там прикормки все вот эти вот снасти лески все пропитаны вот этим запахом вот даже не догадываетесь почему рыба боится этих китайских снастей потому что они имеют запах такой друзья я примерно как бы нарисовал это наш основной крючок да я предлагаю вот именно вот здесь он просто согнут а здесь еще чуть-чуть подогнуть его как она подгибается сейчас я вам покажу видите согнутый да прям вот так вот до заточки берете вот так вот вот и вот так со скользом потихонечку раз ее и вот она у вас вот этот кончик он как направляющий понимаете нам что нужно нам нужно чтобы когда он выплевывал чтобы она зацепилась вот кошка своими когтями что делает когда вот так берет все когти цепляет зацеп вот такой нужен зацеп друзья следующий раз я вам покажу как насаживать вот этот крючок на камыш чтобы он тоже был зацепистый ну чё на этом мы закончим друзья ну что-то желающих много обычно покажите снасть все я смотрю всего где-то 1000 1200 человек посмотрели за сутки но это ваше дело друзья хотите поймать амура я поэтапно вам рассказываю но потом если желание будет я вам еще расскажу как сазанов правильно тоже вязать ну чё удачи вам ребята не хвоста не чешуи сегодня воскресенье холодно немножко но скоро будет открытие счастливой вам рыбалки друзья здоровье здоровье скоро время пойдет откроется рыбалка снова будет у вас радость друзья мои будьте счастливы и здоровы